Молодежная арктическая экспедиция вернулась в Москву. Кроме опытных полярников, через льды шел уполномоченный по правам ребенка Павел Астахов и семеро подростков, в том числе с ограниченными возможностями. Что же пришлось пережить во время экспедиции, расскажет Артем Кол. Этой минуты... Пять, четыре! Участники экспедиции ждали очень долго. 90-й градус северной широты – точка, откуда берут свое начало все меридианы. Именно сюда, в 8 дней преодолевая самих себя, шли юные полярники вместе с детским омутсменом Павлом Астаховым. Седьмая по счету экспедиция началась, как обычно, на 89-м градусе северной широты две недели назад. Московское время 2 часа ночи 15 минут. Температура воздуха минус 30 градусов по Цельсию. Мы находимся в 112 километрах от Северного полюса. И отсюда начинаем свой путь длиной в неделю. Низкими температурами, понятное дело, опытных полярников и юных туристов, у которых ни один экстремальный поход за плечами, вряд ли испугаешь. Но уже на следующий день настроения в группе меняются. В Арктике очень важно все-таки уметь держать паузу и смотреть за тем, как будут развиваться события. И, соответственно, дальше уже действуют. Ветер почти ураганный, сильный снег, о котором только в книжках пишут, непогода полярников застала уже к концу второго дня, когда группа оказалась на краю огромной полыньи. До Северного полюса 84 километра, а перед нами огромная трещина шириной более 100 метров. И такое препятствие вряд ли возможно преодолеть. К тому же еще ухудшается погода, усиливается ветер. И, кажется, пришло время вызывать вертолет. Но при такой видимости подмогу не вызовешь. Остается только ждать. К счастью, недолго ветер успокоился уже через 12 часов. Но впереди другая преграда. Поверх пуховки резиновый гидрокостюм. И вот купальный сезон в Северном ледовитом океане уже открыт. Это невероятно тяжело. Особенно вылезать на поверхность льдов. Потому что сцепиться не на что. Все скользко. И к концу переправы у тебя не остается. Сил вообще не на что. А еще нам нужно пройти хотя бы несколько километров. 20 километров в день. Это около 10 часов пути при полном снаряжении и на лыжах. Сани забиты под завязку личными вещами, провиантом и бензином для горелок. Весят они почти 60 килограммов. Можно быть героем. Можно пойти на полюс. Свой характер проверить. А не идти и воровать, грабить. В итоге преодолев все преграды, переходы по тонкому льду, мороз, ветер и незаходящее солнце, группа Матвея Шпарой и Бориса Смолина добралась до Северного полюса. Ледяное поле, несколько торосов. Вот и весь Северный полюс. Ничего необычного. К таким картинкам за все время экспедиции юные полярники давно привыкли. Теперь решили изменить пейзаж. Пока делали надпись из снега Северный полюс 2014 и фотографировались, дрейф изменился. И вот полюс уже оказался в стороне. И вроде бы пора домой, но Арктика теперь не отпускает. Снова метель. Еще трое суток в палатках, дрейфую на юг, экономя еду и бензин для горелок. Ну вот вроде бы погода меняется. Артем Кол, Дмитрий Бешкевич с покоренного Северного полюса.